В эфире Мурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Коротко о главных темах этого дня. Комфортный город. Амурчане впервые выберут, какие места лучше благоустроить. Спишут долги. Областные налоговики подвели итоги 2017 года и рассказали о нововведениях. Православный обряд. Накрещение тысячи амурчан традиционно окунуться в прорубь. Сочетая несочетаемое. Необычная выставка «Противоречие» открылась в Благовещенском доме «Ремесел». Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Более 30 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет на реализацию программы «Комфортная городская среда». В Преамурье проект пока будет реализован в шести городах. При этом какие общественные места будут реконструировать, впервые решат сами жители. Подробности в следующем сюжете. В Благовещенске голосование открылось вот таким мини-концертом в Бланках, где общественникам предстояло поставить галочку «8 площадок» от реконструкции площади Ленина до сквера в районе Тайвань. По результатам опроса среди жителей города, который продлится до 9 февраля, определят всего четыре территории, требующих срочного благоустройства. После их выставят на всеобщее голосование в день президентских выборов 18 марта. «Площадка будет в этом году только одна, но у нас ведь будет четыре проекта, которых мы будем выставлять итогов на голосование. И уже из трех оставшихся мы сможем формировать заявку на следующий год, на 2019 и видеть перспективу». Инициативы общественников обсудили на публичных слушаниях. Жители Благовещенска предложили свои проекты. Какой участок областной столицы нужно отреставрировать? Ведь, как правило, это парки и детские зоны отдыха. «Наша организация подала территорию в районе Краснофлотской, 184. Ждем от людей активности, чтобы люди поддержали нашу территорию». «У нас есть очень хороший участок в одном из наших районов города. Это Зеленая, 30. Пересечение улицы Зеленая, 50 лет октября, где МОД. Очень хочется, чтобы мы выиграли, и там был парк. То есть место отдыха для жителей нашего, так сказать, отдаленного района». В прошлом году по программе «Комфортная городская среда» в областном центре появилась вот такая современная детская площадка, ставшая украшением Благовещенской набережной. Только в день открытия ее посетило более тысячи человек. Свои счастливые эмоции не скрывали как дети, так и взрослые. «Мне вообще круто. Я хочу всегда гулять там. Тут всегда. Все нравится. Даже площадки там. И даже какие-то звери. Вообще крутая площадка. Очень здорово, очень красочная. Мы уже на всех аттракционах с ребенком покатались. Уже везде посидели, все испробовали. Очень рады». Проекты по благоустройству и взаимодействию граждан с местными властями назвал приоритетными президент России Владимир Путин. Программа комфортной городской среды уже приносит свои первые результаты. Кроме Благовещенска, сразу три современных зоны отдыха появились и в Белогорске. На улице Гагарина и Красноармейской оборудовали пешеходные дорожки, лавочки. Но самым любимым местом белогорцев стал фонтан «Жемчужина» на улице Авиационной, который открывали, наверное, всем городом. «Сегодня мы, можно сказать, возвращаем долг тем, кто ходил сюда долгие-долгие годы. Но потом так вот случилось, что здесь ничего не было. Давайте поломаем традицию. Не кто-то один откроет этот фонтан «Жемчужина», а давайте все вместе». Новая детская площадка появилась и в северной столице Преамурия, городе Тында. Благодаря инициативе, объявленной президентом России Владимиром Путиным, здесь реконструировали площадь имени 25-летия Бама. Благоустроили одну придворовую территорию. Но воплощенных проектов оказалось больше. Свой посильный вклад в развитие города внесли и предпринимателя. Сегодня здесь вновь открылось общее голосование. Тынденцы вместе решат, какую общественную площадку сделать лучше и красочнее в этом году. Главный приоритет – это люди. Главный приоритет – это если человек хочет видеть красиво возле дома. Но есть те места, которые возле одного дома, а есть те места, которые на весь город. То есть это будет решать большинство людей. Не один, не два, не три человек. А большинство людей. Я думаю, что это будет отлично. Это будет именно в духе времени. И это будет правильно. В этом году в федеральную программу «Комфортная городская среда» помимо Благовещенска, Белогорска, Тынде вошли еще три амурские территории. Свободный прогресс – Райчихинск. В 2009-м этот список пополнится изеей. Площадки для благоустройства в городе энергетиков также выберут 18 марта. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Жителям амурских сел предлагают объединиться в кооперативы. Как считают депутаты Законодательного собрания при Амуре, такая форма работы не только повысит уровень жизни в населенных пунктах, но и усовершенствует экономику региона. О создании сельхозкооперативов говорил еще в майских указах президент России Владимир Путин. Это предложение даст толчок для развития сельских территорий и малых городов, а также повысит занятость населения. Поддержку кооперативам будут оказывать местные муниципалитеты, общественная организация, национальный региональный ресурс. Почти 4 миллиарда рублей перечислила Благовещенская таможня в федеральный бюджет. В прошлом году через границу было перевезено более 770 тысяч различных грузов на общую сумму 321 миллион долларов. По данным Благовещенской таможни, в 2017 году внешней торговлей занималось 515 компаний. Таможенными постами было оформлено 8750 деклараций на товары. План перечисления таможенных сборов федеральный бюджет выполнен на 106%. В данное время грузооборот между Благовещенском и Хэхэ происходит по понтонной переправе, что позволило увеличить пропускную способность таможенного поста. Из Китая в основном везут оборудование и технику, в том числе и для амурских резидентов ТОР. Мы поставляем нашим соседям зерновые и продукты питания. В основном занимаемся экспортом. Он больше преобладает пока по отношению к импорту. Возят зерновые культуры на экспорт, кондитерские изделия. На импорт это оборудование, плодовочная продукция и новая техника. В Преамурье начался второй этап реформы внедрения контрольно-кассовой техники. Налоговая инспекция уточняет, этот этап сложнее, чем предыдущие. Дело в том, что установить новые приборы учета должны будут представители малого бизнеса, которые ранее не применяли кассовые аппараты. Об этом рассказали специалисты налоговой службы во время пресс-конференции с журналистами. Специалисты также подвели итоги 2017 года и рассказали о налоговых нововведениях, которые вступили в силу в 2018. Все подробности смотрите далее. На 16 января 2018 года уже зарегистрировано более 9 тысяч контрольно-кассовой техники. Это 126% от того числа аппаратов, которые были записаны до начала реформы. Сейчас в Преамурье начался второй этап ее реализации. Приобрести и установить кассовые аппараты должны будут представители малого бизнеса, которые раньше такую технику не применяли. В этом главная трудность, говорят в налоговой инспекции. И поэтому называют второй этап реформы более сложным, нежели первый. На 1 июля 2018 года это коснется налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененные доходы и патентную систему налогообложения, если они осуществляют розничную торговлю и оказывают услуги общественного питания, и при этом имеют наемных работников, то есть у них есть работники. Также это коснется индивидуальных воспринимателей, у которых имеются работники, с которыми заключены трудовые договора, и организации, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. В рамках второй волны до 1 июля 2018 года должно быть зарегистрировано 4,5 тысячи контрольно-кассовых аппаратов. Из них почти 2 тысячи уже внесено в систему. Предприниматели не стали дожидаться официального старта проекта. Также рассказали в налоговой о том, что почти 22 тысячам амурчан необходимо отчитаться о доходах за 2017 год. Декларацию по форме 3НДФЛ необходимо предоставить до 2 мая 2018 года. Сообщить о доходах должны те, кто продал имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею и так далее. Вторая категория – индивидуальные предприниматели, а также те, кто занимается частной практикой. Специалисты отметили, декларационная кампания 2018 года имеет ряд особенностей. В том числе, если налог на доходы не был удержан работодателем или налоговым агентом, декларация не предоставляется. Второй момент – физические лица, которые получили доход от продажи имущества, купленного после 1 января 2016 года, должны рассчитать налог на доходы с учетом кадастровой стоимости объекта. В тех случаях, когда сумма сделки будет менее чем 70% от кадастровой стоимости объекта, для цели налогообложения и исчисления налога, налоговый орган вправе использовать кадастровую стоимость данного объекта, умноженную на коэффициент 0,7. Если декларацию не предоставить, то придется заплатить 5-процентный штраф от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. 2018 год оказался довольно продуктивным и в сфере налоговых нововведений. Речь идет об изменениях, касающихся налогообложения и имущества физических лиц. Например, был упрощен порядок предоставления налоговых льгот по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Появились и новшества в исчислении налогового вычета по земельному налогу. С 1 января 2018 года вступила новая норма, пункт 5 ст. 391 Кодекса, которая предоставляет вычет в размере 600 квадратных метров на земельный участок, на один участок. Ранее данная норма уговорила, что вычет в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости. Данную норму изменили. Что касается данных изменений. Произошли также изменения в части признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности. Так подлежит списанию задолженность физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу, которая образовалась на 1 января 2015 года. Списана будет задолженность вся, независимо от того, применили ли налоговые органы, меры принудительного взыскания к данному должнику. Примерная сумма к списанию, мы посчитали, она у нас получается 289 миллионов, это на территории Амурской области. Второе направление, это у нас долги, накопленные от финансово-хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями. Значит, по этому направлению будут также списаны все налоги на 1 января 2015 года долги, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, составляет исключение, исключение составляет налог на акцизы и налоги, которые подразумевают перевоз товаров через границу Российской Федерации. Во втором случае будет списано 132 миллиона рублей. Под амнистию попадут почти 16 тысяч амурчан, никаких заявлений от них не потребуется. Тем временем в налоговой говорят, не надо думать, что будут списаны все задолженности. Речь идет только о той сумме, которая была накоплена на 1 января 2015. Тем временем на пресс-конференции отметили, амурчане налоги стали платить исправнее. Специалисты подвели итоги за минувший год. В 2017 в консолидированный бюджет при Амуре поступило более 41 миллиарда рублей налогов и сборов. Это более чем на 3 миллиарда выше, чем в 2016. В региональный бюджет области поступило 34,2 миллиарда рублей. Три налога нам обеспечили 88% всех поступлений. Первый налог – это налог на доходы физических лиц с долей поступления 35%, налог на прибыль с долей поступления 31% и налог на имущество организации 22%. Что касается налога на прибыль, то тут лепту вносят как юридические лица, зарегистрированные в Преамурье, так и за его пределами, но ведущие свою деятельность в нашем регионе. Речь идет о крупных предприятиях, в частности РЖД, Росгидро и других. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат дополнительные гарантии права на труд и социальную защиту от безработицы. Соответствующие поправки в закон о Мурской области обсудили в законодательном собрании на Комитете по вопросам социальной политики. Изменения приведут областное законодательство в соответствии с федеральным. Согласно нововведениям, региональные социальные службы будут оказываться действия сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в подборе работы и трудоустройстве. В эти гарантии также входит выплата пособия по безработице и специальной стипендии тем, кто впервые ищет работу. Соответствующие поправки планируют рассмотреть на январской сессии, законодательного собрания Амурской области. На ремонт школьных спортзалов в селах Приамурия потратят 11 миллионов рублей федеральных средств. По этому поводу чиновники Амурского министерства образования провели рабочую встречу, в ходе которой был определен список образовательных учреждений. Еще около 4 миллионов рублей предусмотрено в областном и местных бюджетах. За последние три года в школах Приамурия отремонтировано 55 спортзалов, более 50 спортклубов, более 20 открытых сооружений оснастили инвентарем. На эти цели из бюджета всех уровней области потратили свыше 100 миллионов рублей. Пенсионеры, проживающие на севере области, смогут получить льготные билеты для проезда к местам отдыха. В прошлом году этим правом воспользовались более 2300 человек, а сумма компенсации составила 31 миллион рублей. Воспользоваться транспортной льготой могут неработающие пенсионеры, проживающие в Зейском, Селимджинском и Тындинском районах. Их в регионе более 21 тысячи человек. В прошлом году самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Анапа, Краснодар, Белгород, Челябинск и Хабаровск. По закону, пенсионный фонд может оплачивать пенсионерам, проживающим в северных районах Амурской области, проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Получить компенсацию можно двумя способами – проездным талоном или денежным возмещением расходов на билеты. Собака с билетом. Российские железные дороги ввели электронные билеты для домашних животных. Как сообщает РИА Новости, речь идет о поездах дальнего следования. Оформить билеты можно на сайте перевозчика. Там же теперь можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади. Раньше билеты для перевозки животных и ручной клади можно было оформить только в кассах дальнего следования. Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию как во время покупки электронного билета, так и после – до отправления поезда. Пассажирам поездов с Апсан разрешено провозить мелких домашних животных только на специализированных местах. Причем не более одного питомца на один оформленный проездной билет. При этом сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета. Между тем, провозить собак-поводырей можно бесплатно. Они должны быть в намордниках и с поводком. Курсантам, офицерам и преподавателям ДВОКУ вручили медали и денежные премии. Награды получили участники международных соревнований «Морской десант», «Снайперский рубеж» и «Суворовский натиск». В этих армейских играх курсанты ДВОКУ заняли первые и вторые места. Торжественное чествование победителей состоялось на плацу училища. За первые места и офицеры, и курсанты, и военнослужащие по контракту получили по 120 тысяч рублей, за вторые места – 100 тысяч рублей. Кроме того, офицеры представлены к награждению наградами Министерства обороны – это медали и представление к очередным воинским званиям и должностям. Часть награжденных уже получили деньги, остальных премируют в январе. Как сказал Владимир Грызлов, международные армейские игры – это практический экзамен для профессорско-преподавательского состава ДВОКУ. Это своеобразная возможность проверить правильность методики обучения курсантов. Кстати, после игр в училище пришли к выводу, что есть необходимость внести определенные изменения. Амурский талант, юные флейтисты из поселка Прогресс стал лауреатом первой степени международного конкурса фестиваля молодых исполнителей на духовых инструментах имени Гнесиных. Мероприятие прошло в Москве с 8 по 14 января. На фестиваль съехались участники не только со всей России, но и из-за рубежа. Конкурс исполнителей проходил в два этапа. Сначала жюри выбирало лучшие номера, размещенные на видеохостинге YouTube. После состоялось непосредственное выступление ребят. На фестиваль было отправлено более 200 заявок. Жюри выбрало только 160 участников. От Преамурия на конкурс отправился флейтист из поселка Прогресс Захар Плотников. Мальчик учится в местной школе искусств. На конкурсе Захар выступал по классу флейтов под группе до 9 лет. На суд жюри юный амурчанин представил два произведения. Это «Соната номер 5» Жанна Лае и «Чердаш» Виторио Монте. В жюри конкурса сидели ведущие музыканты-флейтисты России, лауреаты международных конкурсов, заслуженные и народные артисты. В итоге талантливый участник стал лауреатом первой степени. Это далеко не первая награда Захара. Он уже одерживал победы на местном, областном, дальневосточном и международном уровнях. Ну это было немного волнительно. Я просто уже много играю на сценах больших. И уже не боюсь на них играть. Сейчас я готовлюсь к очередному конкурсу, который пройдет в Благовещенске. И там я собираюсь тоже победить. Старинные топоры в качестве игрушек, стулья на потолке и рыцарские латы наряду с расписными платьями амурские умельцы показали благовещенцам противоречия. Одноименная выставка открылась в доме ремесел областной столицы. В общей сложности на выставке разместили более ста экспонатов авторов не только из Благовещенска, но и других районов при Амуре. В экспозиции работы Союза художников России, народных умельцев, мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства. Экспозиция будет работать чуть больше двух недель до 4 февраля. Стоимость входного билета – 50 рублей. Эта выставка – она эксперимент. Мы проводим различные мероприятия, которые нацелены на молодежь. И у нас интересно, у нас познавательно. И вот эта выставка, она еще нацелена на то, чтобы человек пришел, не только посмотрел работы, но и задумался, насколько все противоречиво в мире и насколько все разное. Тысячи амурчан традиционно окунутся в прорубь. С 18 на 19 января в Приамуре пройдут массовые крещенские купания. В этом году в области организуют 11 купелей в пяти городах, в селе Константиновка, поселках Буре и Прогрессы и на Петрушинском водохранилище в Шамановском районе. Кроме того, для амурчан во льду вырубят иордани. Специально к православному празднику их осветят. В селе Овсянка Зейского района в этом году не будет купели. Амурский Роспотребнадзор забраковал воду в реке Зей в этих местах. Без проруби останутся и жители Белогорска. Устраивать место для купаний в реке Томь опасно. Двойное дно, изменчивое течение, отметили местные администрации. В общей сложности крещение отметят в 23 муниципалитетах области. К храмам при Амуре подвезут воду, которую осветят священники. В местах купаний будут дежурить спасатели. За порядком у храмов и купелей проследят полицейские. Сотрудники будут работать в усиленном режиме. Кроме того, для обеспечения порядка привлекут народных дружинников, сотрудников Росгвардии. Полицейские рекомендуют жителям при Амуре воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также не появляться в нетрезвом виде в местах купания. Гимнасты России и Монголии помиряются мастерством. Благовещенские в областной столице стартовал Всероссийский турнир Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике. В 20-й юбилейный раз. Спортсмены будут выступать по программам со 2-го спортивного разряда до мастеров спорта. В общей сложности в турнире примут участие более 100 спортсменов от 10 до 24 лет. Это гимнасты из Преамурья, Сахалина, Хабаровского, Изабайкальского краев, Преамурья, Еврейской автономии, Якутии и Республики Монголия. Торжественное открытие турнира состоялось вечером 18 января. Итоги подведут в воскресенье 21 числа. Напомню, в прошлом году в командном зачете золото завоевали благовещенские гимнастки. Среди парней у столицы Преамурья лишь серебро. Их обошли представители Монголии. На этом у меня все. Более подробную информацию об этих и других выпусках смотрите в социальных сетях, на страничке нашего телеканала в Facebook и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!